День неизвестного солдата Ну а теперь обо всем подробнее. Во вторник окончательно решился вопрос о том, быть или не быть православному храму в парке морской славы. Депутаты Рязанской городской думы утвердили перевод участка земли из зоны парковой в зону под застройку, где и расположится церковь. Кстати, комиссия по публичным слушаниям рекомендовала администрации Рязани согласовать такой перевод еще в конце прошлой недели. А во вторник и депутаты городской думы поддержали это решение. На заседании Рязанской городской думы основным вопросом стало обсуждение изменений в генеральный план Рязани касательно территории парка морской славы в микрорайоне Конищева. Напомним, что местные жители и ветераны флота выступили с инициативой построить храм в честь равноапостольного князя Владимира Святого и флотоводства Федора Ушакова. На прошлой неделе состоялись публичные слушания, по результатам которых большинство участников поддержали изменения. По плану под строительство двухэтажной церкви отводится участок в 1200 квадратных метров. К территории парка морской славы, по информации администрации Рязани, присоединят гораздо больше участок земли примерно в 6000 квадратных метров и высадят около 400 деревьев. Финансироваться работы по благоустройству будут как из бюджетных средств, так и на деньги благотворителей. То, что касается территории непосредственно парка морской славы, то здесь будет проведена работа очень серьезная по улучшению благоустройства. И действительно, горожане получат то место, куда будут с удовольствием приходить и где все будет в комплексе. То есть и морская тема, и храм-памятник, посвященный великому русскому флотоводцу. Я считаю, что это необходимо, необходимо для города, необходимо и для этого района. Согласно новой концепции развития, парк морской славы будет разделен на четыре зоны. Мемориальную, зону отдыха, игровую для детей и спортивную. Депутаты, с учетом результатов публичных слушаний, утвердили изменения в генеральный план Рязани. И, возможно, уже скоро в парке морской славы появится православный храм в честь святого князя Владимира и адмирала флота Федора Федоровича Ушакова. И еще из официальной хроники. В среду прошли публичные слушания по проекту регионального бюджета. Формируется он на три года вперед, то есть на 2015, 2016 и 2017. Депутаты, общественники и, конечно же, министры экономического блока из правительства Рязанской области обсудили параметры и направления главного финансового документа региона. На прошлой неделе депутаты Рязанской областной думы приняли в первом чтении проект бюджета на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов. Утвердили основные параметры главного финансового документа региона. Перед депутатами и представителями общественных организаций выступили министры регионального правительства. Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Олег Булеков сообщил, что проект трехлетнего бюджета формировался в условиях замедления роста экономики России. Кроме этого, регион имеет большую долговую нагрузку. Впрочем, эти обстоятельства не должны повлиять на социальное развитие. Были приинтересованы все расходные обязательства. По ряду позиций расходов, конечно же, пришлось сократить. Но при этом сохранены все социально значимые расходы, включая расходы на исполнение майских указов президента. Так, заработная плата врачей и учителей будет повышена на уровень инфляции. Помимо этого, сообщил чиновник, будут пересмотрены подходы к вопросам поддержки населения. Нуждающиеся категории граждан не должны остаться без поддержки государства, а помощь к ним придет более адресно. Далее приглашенные на публичные слушания общественники и представители муниципалитетов стали задавать вопросы. Первый касался межбюджетных отношений. На это министр финансов Рязанской области Марина Наумова ответила, что основная задача здесь – выравнивание бюджетов муниципальных районов. Что касается дорожного хозяйства, то в предстоящей трехлетке приоритет будет отдан содержанию уже действующей сети автодорог и приведению их в нормативное состояние. Был вопрос и о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Министр финансов Марина Наумова сообщила о реализации региональной программы, направленной на помощь таким организациям, и выделении бюджетных средств в размере 5,5 миллионов рублей, как на 2015, так и на 2016 годы. Свои предложения по проекту трехлетнего регионального бюджета общественники могут подать еще до 5 декабря. А уже 15 декабря депутаты Рязанской областной думы рассмотрят главный финансовый документ во втором окончательном чтении. То, что с экономической точки зрения наступают нелегкие времена, похоже, становится все более очевидным. Однако вера в легкую наживу у людей по-прежнему сохраняется. Рязанские полицейские сообщают о разоблачении финансовой пирамиды, которая орудовала в Рязани около двух лет. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции заподозрили в противоправной деятельности сберегательную кассу 24. Признаки многоуровневой финансовой пирамиды для простых вкладчиков в этом потребительском кооперативе заметны были не сразу. Схема, в общем-то, простая. Организаторы потреб кооператива взимали деньги с граждан, обещая высокие выплаты дивидендов до 13% годовых. Куда дальше вкладывались эти средства, люди, по всей видимости, не интересовались. Зато заинтересовались оперативники. И выяснили, что никакой финансово-хозяйственной деятельности сберегательная касса 24 не ведет. Да к тому же денежные средства участникам кооператива не возвращали. Для вовлечения в финансовую пирамиду подозреваемые открыли более 20 отделений и филиалов в различных городах страны. Головной офис находился в Рязани. Кроме того, организаторы широко рекламировали свою деятельность через прессу, интернет, а также через популярные социальные сети. Согласно сведениям полиции, жертвами кооперативы стали более 2000 граждан, а ущерб превысил 100 миллионов рублей. По данному факту, следственной частью ОМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На территории Рязанской области осуществлен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленные на документирование противоправной деятельности организаторов схемы. В ходе операции проведены обыски, изъяты предметы, электронные носители информации, черновые записи, а также финансово-хозяйственные документы, имеющие значение для расследования дела. Трое подозреваемых в организации мошеннической схемы задержаны и, согласно решению суда, заключены под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Сейчас в отношении организаторов сберегательной кассы 24 возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ведутся обыски в офисах, изъяты компьютеры, а также финансово-хозяйственные документы, имеющие значение для расследования дела. Трое подозреваемых в организации мошеннической схемы задержаны и, согласно решению суда, заключены под стражу. А теперь о финансовых институтах, которые завоевали отличную репутацию горожан. 6 декабря руководство и сотрудники Прио-Внешторгбанка отметят четвертьвековой юбилей своей работы. В связи с этой знаменательной даткой руководители финансового учреждения подготовили для своих постоянных клиентов много приятных подарков. Ну и, конечно, не позабыли и о своих потенциальных партнерах. К 25-летнему юбилею руководство Прио-Внешторгбанка подготовило для своих клиентов много приятных сюрпризов, касающихся как финансовых предложений, так и культурно-развлекательной сферы. Что касается последнего пункта, то тут главным подарком стал билет в театр драмы на спектакль «Пушкин» с участием Сергея Безрукова. Каждые пять лет банк отмечает годовщину своего рождения. Ну и если, например, первое пятилетие отмечалось фейерверками, все это было здорово, интересно, в новинку для Рязани. А потом мы росли, и менялись форматы празднования. Мы встречались без галстуков, мы встречались и слушали иностранных звезд. А в этом году мы решили сделать немножко такой вот праздник. Ну, 25-летний человек и 25-летняя организация, они уже должны разбираться в чем-то таком вот высоком. И мы решили сделать приятное нашим клиентам, нашим партнерам, всем рязанцам, и провести вот этот спектакль. Надеюсь, что он понравится. В 89-м году Преубанк стал первой подобного рода коммерческой организацией на рязанском рынке. Тогда его основной задачей было обеспечение современными и качественными банковскими услугами предприятия и населения нашего региона. И на сегодняшний день главные цели Преубня Шторгбанка остаются неизменными. По возрасту мы 32-е в России. Более чем 2,5 тысячи банков было за эти четверть века создано. Из них только 32 из тех 212-ти сохранили. А если не брать города-миллионники, то есть Москву, Санкт-Петербург, крупные, среди региональных банков мы четвертые. То есть есть чем гордиться. И то, что мы все эти 25 лет не обманули ни наших кладчиков, ни наших заемщиков. Мы достигли стабильности. Даже в это финансово относительно сложное время, я бы не назвал его трудным, тем более кризисным, мы работаем уверенно и стабильно. В перспективе Преубанка продолжать работать в уже заданном темпе, быть надежным партнером, предоставлять качественные услуги и главное оставаться на том же высоком уровне, к которому привыкли клиенты Преубни Шторгбанка. А теперь к другим новостям. В среду 3 декабря страна впервые отметила День неизвестного солдата. Дата для праздника выбрана не случайно, ведь именно 3 декабря 1966 года в честь 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. Инициатива по введению в календарь Дня неизвестного солдата принадлежала участникам поисковых отрядов, которые за годы работы обнаружили и перезахоронили тысячи останков бойцов Красной Армии. Памятный митинг в Рязани прошел у Монумента Победы. Впервые в истории Российской Федерации 3 декабря отмечается День неизвестного солдата. Этот день был учрежден для того, чтобы увековечить память о солдатах, погибших в Великой Отечественной войне как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Отныне в этот день мы будем вспоминать людей, чьи имена остались неизвестными. Этот памятный день наряду с другими знаменательными датами российской истории объединяет жителей нашей страны. Он пронизан традициями воинского духа, смелостью российского солдата и идеями воинского патриотизма. Вот я иногда думаю, почему немцы остановились под Москвой. Они были буквально в нескольких километрах. То же самое было у Ленинграда. И я отвечаю себе очень просто. Они натолкнулись на мужество наших советских людей, на патриотов, на патриотизм. Мы просто не пропустили немецкие танки и остановили врага. И дальше он откатился и закончил свою бесславную гибель в Берлине. Сегодня в Рязанской области, как и во всей стране, проходят памятные мероприятия. В школах проводятся уроки мужества, а к вечному огню на главных площадях возлагаются цветы. Мы обязаны сохранить память поколений о подвигах солдат, о подвигах героев войны. На наши плечи легла ответственность за воспитание в будущем поколении чувства патриотизма и любви к Родине. Имя Александра Васильевича Александрова, автора гимна страны и главной военной песни «Священная война», присвоено в середине ноября скверу на улице Советской армии, это в Дашковой песочне. В парке даже установлен бюст нашему земляку. И буквально через две недели после торжественной церемонии хулиганы повредили инвентарь на спортплощадке, поломали лавочки и урны. На месте вандализма побывала Оксана Тебенихина. Сквер на Советской армии, официальное открытие которого после полной реконструкции состоялось всего пару месяцев назад, подвергся нападению настоящих вандалов. Спортивная площадка теперь потеряла свой товарный вид. Ограждения из сетки рабицы порваны, баскетбольные кольца погнуты, также пострадали волейбольная растяжка, лавочки и урны. По мнению взрослых посетителей спортплощадки, побесились здесь юные жители близ лежащих домов. Ну это вообще уроды, я не знаю, это же не люди, не знаю. Это вот такие вот подростки, вот эти школьники, они вот вытворяют, не занимаются безобразимо. Тут уж вот начали там ломать тренажеры какие-то? Да, ступеньку уже обломили, след этот, половину обломили. Ну это что, за ними не следишь. А так вот когда приходят их мы ругаем. Теперь восстановлением спортплощадки и ее ремонтом придется заняться управлением благоустройства города. Да и средства теперь нужно будет как-то вытягивать из городского бюджета. И для кого, спрашивается инвестор, в лице строящегося рядом торгового центра, старался. Неужто все те уроки патриотического воспитания, которые преподают в рязанских школах, проходят впустую? Куда смотрят родители малолетних вандалов? Очень жаль, что столь вредительский образ жизни приветствуется представителями современной молодежи. Вы смотрите программу «Время говорить». Вот что будет во второй части выпуска. Вернуть права только после пересдачи. Вступили в силу изменения в правил дорожного движения. Сообщи, где торгуют смертью. Подвели итоги антинаркотической акции. Автомобильные дороги всегда будут источником потенциальной опасности для здоровья и жизни водителей и пассажиров. Призваны же оберегать людей правил дорожного движения. На улице Интернациональной рядом с домом номер 17 к действующему светофору была добавлена пешеходная секция. Данная мера была просто необходима, ведь в этом районе располагается большой жилой массив, а также две общеобразовательные школы и четыре детских сада. В соответствии с нормативными требованиями пешеходными светофорами оборудуют все пешеходные переходы, расположенные на регулированной перекрестке. Госавтоинспекции неоднократно направлялись информационные письма собственнику дороги о необходимости установки данных светофоров на рассматриваемом участке. Часто ли приходилось переходить эту дорогу? Каждый день. Каждый день. Сейчас поставили новый светофорчик. Как вам? Очень рада. Ну, удобно, конечно, а будет более безопасно. Установка пешеходных светофоров на данном перекрестке осуществлена в соответствии с адресной программой по обеспечению безопасных условий для передвижения пешеходов на улицах Рязани. Разработана она была госавтоинспекцией совместно с управлением благоустройства города и дорожного хозяйства. Заботятся о безопасности пассажиров и чиновники транспортного управления из городадминистрации. На этой неделе они в очередной раз проверили документы у водителей маршрутных такси. В Рязани прошел очередной совместный рейд по выявлению нарушений в области организации безопасности перевозок пассажиров коммерческими перевозчиками. В контрольных мероприятиях, которые прошли на этот раз в московском районе города, приняли участие сотрудники управления административно-технического контроля администрации Рязани, сотрудники ГИБДД МВД России по городу Рязани, сотрудники УФНС России по Рязанской области. Особое внимание уделяется безопасности при перевозке пассажиров, наличии на авиационной системе ГЛОНАСС, устанавливаются транспортные средства, которые не включены в договорные отношения между коммерческими перевозчиками и администрацией города. Также наличие спутника и на авиационной системе ГЛОНАСС, наличие в салонах транспортных средств и информационных материалов. Кроме этого, внимание уделяется при оплате пассажирами проезда выдаче проездных билетов. Всего в ходе рейда было составлено шесть актов о выявлении нарушений коммерческими перевозчиками условий договорных обязательств и один протокол о совершении административного правонарушения. Рязанские следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника Рязанского отделения ГИБДД. Обвиняется он воровсе бензина, выделенного для служебного транспорта. Из органов правопорядка его уже уволили. По данным следствия, начальнику районного отделения ГИБДД для осуществления служебной деятельности подразделения были выделены электронные топливно-кредитные карты, по которым в соответствии с установленным лимитом должна была осуществляться заправка топливом служебных автомобилей на Рязанских АЗС. Однако, в период с июня по сентябрь этого года подозреваемый использовал данные карты для того, чтобы заправлять личный автомобиль и машины своих родственников. Всего же им было совершено хищение 570 литров бензина на общую сумму около 18 тысяч рублей. Преступные действия подозреваемого были пресечены оперативными сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД России по Рязанской области. Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Орязанские оперативники госнаркоконтроля сообщили об итогах акции «Сообщи, где торгуют смертью». Только за последние две недели ноября им удалось изъять более 10 килограммов различных наркотиков. Итоги всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая проходила в период с 17 по 28 ноября. За время ее проведения на телефон горячей линии наркополиции поступило около 30 звонков от неравнодушных граждан. Его за время проведения операции сотрудники наркополиции изъяли 10 килограмм 700 граммов различных наркотиков. Это марихуана, героин и синтетические наркотики новых видов в большом количестве. По фактам совершения преступлений, в основном это сбыт и хранение наркотиков, возбуждено 18 уголовных дел. Поступающая от жителей области информация проверялась наркополицейскими. Так, 26 ноября сотрудники Шиловского межрайонного отдела задержали 54-летнего жителя одного из близлежащих сел. В прошлом мужчина уже был судим за хулиганство и другие преступления, а в местах заключения он провел в общей сложности почти 15 лет. Мужчина, обладая достаточно агрессивным и неспокойным характером, держал в страхе всю округу. В его доме было проведено обследование, там было обнаружено большое количество марихуана, которое хранилось в мешках, в наволочках, общей массой 2,5 килограмма. Кроме того, как выяснилось, в ходе досмотра жилья, мужчина является любителем незаконно поохотиться. В его доме оперативники обнаружили незарегистрированное ружье, патроны и 6 банок пороха. А забраконьерство и хранение огнестрельного оружия, как известно, наказание не менее суровое, чем захоронение и распространение наркотических средств. А сотрудники МЧС посетили 31-ю школу. Ведь в четверг отмечался Международный День Добровольцев. Хотя в последние годы все чаще можно услышать иностранное слово «волонтер». В общем-то, речь идет о людях, которые тратят свободное время на благо общества. Более того, добровольцы спешат на помощь даже при ликвидации стихийных бедствий. Сегодня в школе номер 31 прошел Международный День Добровольцев. Это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. На праздники были не только волонтеры, которые уже проявили себя, но и кадеты. Занятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций сотрудники регионального управления МЧС регулярно проводят со всеми главами поселений. Эти занятия пригодились жителям отдаленных населенных пунктов в полном объеме. В первую очередь при тушении пожаров. В Рязанской области добровольцы тушат более 15% всех возгораний. По итогам 2014 года волонтеры принимали участие в 20 чрезвычайных ситуациях и трудились наравне с профессионалами спасательного дела. Один из таких добровольцев это Глеб Шамаков. Он является старостой села Гиблицы. На сельском сходе я предложил организовать пожарную команду нашу. Он записал 6 человек сначала. Сегодня там 10 уже человек присутствует. Но пожарная команда была значит добровольство есть, которые желают тушить, но они же не обучены. Естественно я предложил приобрести для нашего села помпу пожарную. Мы собрали деньги с населения по 100 рублей со двора. И таким образом приобрели помпу. Сейчас уделяется внимание не только оснащению техникой региональной службы МЧС, но и добровольческих подразделений. Так, после страшных лесных пожаров 2010 года, в 2011 пионерскому сельскому поселению предложили машину. ЗИЛ СИЛ-131 пожарную машину при условии, чтобы сделать пожарный бокс теплый, чтобы машина постоянно была заправлена и водой, и горючим. И создали добровольную пожарную команду. Но все же гораздо важнее соблюдать меры безопасности и проводить профилактические работы, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций в дальнейшем. Если перефразировать слова классика, то спасателем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан. Впрочем, ощутить тепло и заботу могут пока не все дети. В рязанских детдомах находится еще очень много ребят, которые не знают, что такое материнская любовь и ласка. Семья начинается с детей. Эти слова были сказаны Александром Герценом еще в 19 веке. С течением времени изменилось многое, но до сих пор семья без детей считается неполной. Да и дети вне семьи чувствуют себя обделенными. Они не нуждаются в еде, игрушках и одежде. В этом недостатка в школах-интернатах и детских домах нет. Однако их воспитанники нуждаются в родительской ласке. Семейным парам и даже одиноким людям, чувствующим в себе желание подарить ребенку оставшемуся без родителей свое тепло, необязательно усыновлять или сразу оформлять опеку. Можно, подготовив нужные документы, брать ребенка на выходные и каникулы. Это так называемое временное устройство. Я всегда всем говорю приемным, кто хочет стать приемным родителем, всегда советую вначале взять ребенка к себе домой в гости. Не надо обманывать, не надо говорить, что давайте я тебя возьму домой жить к себе, а потом вдруг выясняется, что ребенок по каким-то параметрам вдруг этому человеку не подошел. Это же не щенок, которого сегодня взял, завтра выбросил на улицу. Ребенок все это будет очень переживать. Жанна Фоломеева довольно долго работает в одной из школ-интернатов. Она старается дарить своим воспитанникам любовь и ласку, но однажды, несколько лет назад, решила стать для некоторых из них мамой, несмотря на то, что они с мужем имели своих детей. В 2007 году моя дочь решила уйти из своего дома и жить самостоятельно. И вот тогда встал вопрос о том, что у нас большой дом, мы можем еще уметь принять детей, но своих детей уже не было на тот момент, и поэтому как раз началась программа правительства по приемным семьям. И вот тогда мы решили взять детей в приемную семью. Одним ребенком семья Фоломеевых ограничиваться не стала и взяла сразу троих. Причем вопреки устоявшейся практике это были подростки. Когда берешь маленького ребенка, там много что, как говорится, не видно. То есть мы видим только маленький комочек прелестный, а когда вырастает, там появляются определенные трудности, к которым люди не готовы. Дальше семья Фоломеевых стала разрастаться. Если есть силы, желания и возможность, почему бы и нет. Так и получилось, что сегодня они являются родителями десятерых детей. Но Жанна Викторовна отмечает, что со всеми ребятами они вначале знакомились, общались и только потом, убедившись в правильности своих намерений, говорили им о желании забрать их в приемную семью. Получается, что благодаря так называемому временному устройству, ну и, конечно же, желанию супругов Фоломеевых родилась большая дружная семья, где старшие помогают младшим и все чувствуют себя нужными и любимыми. Это был последний видеоматериал нашего итогового выпуска. Берегите себя, не забывайте о своих близких. Желаем вам приятных выходных и до встречи в эфире программа «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова